Привет! Меня зовут Светлана Соловей, и я приглашаю тебя в путешествие по стране таблицы умножения за 3 часа. Здесь тебе придется тяжело работать и много учить. Испугался? А вот и нет, все совсем наоборот. Путешествие на то и путешествие, чтобы развлекаться и знакомиться с новыми друзьями. Но прежде чем мы отправимся, давай разберемся, для чего вообще нужна таблица умножения, зачем нужно ее знать. Чтобы ответить на этот вопрос, давай разберем такую задачу. Посмотри, возле меня появилось 5 коробок конфет. В каждой по 4 конфеты. Сколько их всего? Как быстро посчитать? Не зная умножения, нужно 4, прибавить 4, плюс 4, плюс 4 и еще 4. Вот это длинный пример получился. Теперь представим, что ты уже умеешь умножать. Тогда ты просто возьмешь 4 конфеты по 5 раз и сразу получишь ответ 20. Пример решается в одно действие. Поэтому и придумали таблицу умножения, чтобы очень быстро считать. Умножение – это умное сложение, когда одно число прибавляется само к себе несколько раз. Давай попробуем решить следующую задачу. Бабушка посадила 6 кустов клубники. На каждом из них выросло по 2 ягоды. Сколько всего ягод клубники выросло у бабушки? Если бы мы решали этот пример сложением, то нам нужно было бы записать так. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 и вычислить сумму. 2 плюс 2. Фух, чуть не сбилось. Но мы с тобой уже знаем, что поможет нам сделать запись короче и посчитать быстрее. Это умножение. В задаче сказано, что на одном кусте клубники выросло 2 ягоды. А всего одинаковых кустов было 6. Значит, мы должны взять по 2 ягоды 6 раз. Получится ответ 12 ягод. Или 2 умножить на 6 равно 12. Первым мы должны записать число, которое повторяется. Это 2. А вторым число, которое показывает, сколько раз повторяется первое число. Это 6. 2 ягоды по 6 раз равно 12 ягод. 2 умножить на 6 равно 12. При умножении второе число показывает, сколько раз нужно сложить первое число с самим собой. А компоненты действия на умножение называются так. Первый множитель, второй множитель и произведение. Давай решим еще одну задачу. Распечатай, пожалуйста, лист принципы умножения. Задача про шарики. Тебе на день рождения пришло пятеро друзей. И каждый подарил по 3 воздушных шарика. Сколько всего шариков подарили тебе друзья? Запиши решение. С помощью сложения, а потом умножения. Попробуй вычислить результат. Поставь видео на паузу. Итак, у тебя должно было получиться 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 равно 15. 3 умножить на 5 равно 15 шариков. То есть взяли 3 шарика по 5 раз. 3 это количество повторяющихся предметов. А 5 показывает, сколько раз они повторились. Раз у нас так хорошо выходит, давай усложним задачу. Задача про вареники. В одной порции 6 вареников. Сколько вареников в 7 одинаковых порциях? Нажми на паузу, запиши решение сложением и умножением. Посчитай результат. Ты видишь, уже не так просто посчитать пример сложения. Вот поэтому значения примеров на умножение нужно только запомнить. И это совсем не сложно. Потому что вместо чисел, множителями станут наши новые друзья. А произведениями их необычные истории. Ну что, готов? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...